Здравствуйте дорогие друзья, меня зовут Виктория, это парфюмерный канал Vita Can Fly и я благодарю вас за то, что вы зашли ко мне в гости. Сегодня поговорим об аромате моего любимого бренда Narcissa Rodriguez. Не так давно, летом, мы с вами рассматривали в отдельном обзоре вот такой интересный аромат под названием Musque Noir Narcissa Rodriguez. У меня здесь аж 50 мл версия парфюм. Это подарок моей подруге мне на день рождения. Из магазина Let's Wall. Ну, я все там очень-очень-очень подробно рассказывала. С первого занюха, с первого знакомства, так сказать, мы не нашли общий язык с данным ароматом. Мне он показался чересчур драматичным, каким-то милонахоличным, минорным, скучноватым, даже каким-то горьковатым. Театр одного актера, черные-белые цвета. Как-то, знаете, все тихо и немного гранно, как я люблю. Но спустя какое-то время мы все-таки с ним нашли общий язык. Я склоняюсь к тому мнению, что его время, Narcissa Rodriguez, Musque Noir, именно осень, именно действительно осенние денечки. Летом он мне не заходил. Ну, так иногда я им пользовалась все-таки, чтобы найти общий язык. Но он создан, скорее всего, для осени. У этих ароматов один и тот же парфюмер знаменитый, Соня Констант. Она работала очень много для Narcissa Rodriguez, для других знаменитых парфюмерных домов, таких как Нина Ричи, к примеру. И, в общем, у нее огромное количество сотрудничеств, очень удачных, на мой взгляд. А сегодня будем говорить о моей новинке. Ну, на самом деле, это уже старинка, можно сказать. Потому что несколько месяцев назад ко мне этот аромат приехал, покупала на сайте L'Etoile, я просто не могла пройти мимо. Я нашла замечательный промо-код, как всегда. Я стараюсь на покупках экономить. И с промо-кодом плюс баллы получилась просто сказочная цена. И, конечно, аромат оказался уже в моих ручонках. Итак, Musque Noir Rose Narcissa Rodriguez. На разных сайтах информация разнится о годе выпуска. На фрагменте нам говорят, что аромат создан и выпущен в 2022 году. Парфюмер Соня Констант, как я уже сказала. И я подсчитаю вам пирамиду. Верха это слива, розовый перец, это бергамот. Сердце. Мускус. Кстати, заметила, во многих ароматах Narcissa Rodriguez, мускус представлен именно в сердце. Итак, мускус, роза, тубероза в сердце. И в базе это ваниль. Вот с этим ароматом мы подружились моментально. Ну, в принципе, я так и думала, что мы истинно найдем общий язык. Давайте нанесем аромат еще раз. Вот как же он красиво. Сейчас уже в базе на блотере звучит. Ванильно, припудренно. Боже, какая красота. Но я хочу вам рассказать прямо, как я слышу аромат с самого начала и до конца со всеми нюансами и подробностями. В начале я слышу такую, знаете, сухофруктную завяленную вишенку, посыпанную перчиком. Бергамот немножечко ее оттеняет, дает такой какой-то небольшой эффект бодрости, такой какой-то, знаете, позитивный момент, аспект в начале аромата. Дальше я в основном слышу сладковатую такую, немножечко даже с восточным характером туберозу. А вот роза здесь далеко-далеко где-то на фоне. Если вы ищете в этом аромате конкретно такое яркое звучание розы, нет, вы его здесь не найдете. Оно именно сзади. Легко-легко проходит на фоне. Акварельно, расплывчато я слышу здесь розу. Ну, а в базе я слышу очень дорогую люксовую фиалковую пудру. Фиалково-ванильную пудру. Это невероятно красиво. На волосах этот аромат держится, наверное, день-полтора. Вот пока я не помою голову, я слышу от волос этот кокон сладковато-припудренный фиалково-ванильной пудрочки. Это очень красиво. Это сексуально. Это притягательно. Очень манящий аромат. Он очень стойкий, но я бы не сказала, что он сильно шлейфовый. Больше он именно окутывает в кокон свою хозяйку, обладательницу данного аромата. Для меня в первую очередь аромат мускного роза это аромат красивой, статной, ухоженной женщины. И причем он вне возраста. Он подойдет и молодой девчонке, и более уже взрослой женщине. Он подойдет для дам в возрасте. Он придаст им ухоженность. Он придаст им особенную красоту, глубину. А теперь давайте поговорим, на какой же все-таки аромат обратить свое внимание. И какой можно покупать без аптеста. Хотя лучше так, конечно, не делать. Итак, мускнуар. Еще раз повторюсь, на него есть отдельное прям объемное видео, где я красочно рассказала все-все-все свои эмоции и мысли по поводу этого аромата. Он очень тихий и спокойный. Он очень многим может просто не подойти. Возможно, вы будете ждать от него вот этого нарциссовского мускуса, яркости аромата. Здесь такого нет. Есть это ДНК Нарцисс Родригес, но где-то тоже глубоко, в фундаменте, где-то там оно есть, но все-таки есть. Он для меня немножко простоват. Очень-очень тихий. Драматичный аромат. Подойдет далеко не всем. И даже я, человек, который, ну, почти что со всеми ароматами находит общий язык, даже я с ним сначала, ну, вообще никак не подружилась. Исключительно предварительный затест. Только так. Вот его опасность, мне кажется, в его вот этой какой-то небольшой горьковатой нотке что-то в нем есть такое, что сложно описать словами. Есть какой-то такой небольшой нюанс, аспект, который слегка отталкивает, мне кажется, человека с первого вздоха. Но в итоге, в итоге, этот аспект ушел, опять же, на задний план, и мы с ним нашли общий язык. А вот версия Муз Кнуар Роуз, мне кажется, понравится многим. Я думаю, что даже его и покупают больше и чаще, по крайней мере, я могу так предположить. Он очень красивый, он нежный, он женственный, он милый, он достаточно прямолинейный, без каких-то многогранных ступеней звучания. Ну, вот эта сухофруктная какая-то такая сливовая вишня, вот эта вот сладковатая, красивая, нехищная, достаточно умеренно спокойная тубероза, меня здесь очень сильно привлекает. Для меня Муз Кнуар Роуз достаточно универсальный аромат, его я носила и в жаркий, знойный летний день при очень умеренном нанесении, он очень красиво, конечно, звучал, я на него получала комплименты и вопросы. Успел его поносить в прохладный день, когда было примерно плюс 14, плюс 15, тоже очень хорошо сидел. Вот он действительно какой-то универсальный, вот с ним легко подружиться. Это человек, точнее не человек, это аромат, это аромат, с которым легко найти общий язык, он подойдет однозначно многим. Наверное, нужно было немножко по-другому мне поступить, этот аромат взять где 50 мл, а Муз Кнуар там где 30, но в моем случае получилось по-другому. Ну, я покупала эти ароматы действительно без затеста. И коробочки, конечно, у них симпатичные. Обе приехали ко мне из магазина Летуаль в разных заказах. Обожаю бренд Нарцисс Родригес. У меня много ароматов в коллекции. Я обещала снять вам отдельный обзор про все эти ароматы. Он обязательно будет. Нужно просто все ароматы вместе собрать, сесть, выделить на это время, обязательно сосредоточиться и рассказать вам свое мнение об этих ароматах. Это прекрасный выбор, я считаю. Нарцисс Родригес славится своим прекрасным таким манящим сексуальным мускусом. Так оно и есть. Я с этим согласна. Самый любимый аромат, пожалуй, все-таки останется у меня просто Нарцисс Родригес Фохио в черном таком, да, длинном вытянутом кирпичике. Моему аромату, наверное, уже 5-6 лет, и он даже и не думал портится. Стоит и так же хорош, и так же красив, и только лишь улучшает свое звучание день от дня. Ну, а я по традиции хочу спросить у вас, какой аромат вам понравился больше, какой есть в вашей коллекции, как вы их слышите, что вам нравится в них, что не нравится. И напишите, пожалуйста, как относитесь в целом к бренду Нарцисс Родригес. Я, конечно, благодарю вас за внимание, я благодарю за ваши лайки, комментарии. Обнимаю и говорю вам до свидания. Пока-пока.